Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, сатор школы машинного вязания, где мы обучаемся тремителям о освоении абсолютно любой вязальной машины с нуля. Предлагаю вам связать косу, косу-колосок. Для вязания такой косы нам потребуется 2 трехигольных декера. 3 петли. Это максимальное количество петель, которые мы можем пересадить. Раппорт косы-колоска. 9 игл, то есть 3 петли, 3 петли и 3 петли. Чтобы не путаться внутри полотна, сделайте себе пометочку. Ограничьте размер косы и вы не будете путаться. Смысл этой косы в том, что мы берем, как мы косы заплетаем, каждый раз мы делаем перевитие внутри полотна. То же самое здесь. Берем крайнюю часть и среднюю по очереди. Края идут по очереди. Сейчас у меня край правый. И сначала край в центр косы перевиваем, потом серединку убираем в сторону. Вторая часть. Сначала мы край в серединку перевиваем, потом на это место укладываем петли центра. Чем больше рядов мы провяжем между перевитиями, тем более растянутой будет у нас коса. Чем меньше рядов, тем более набитая, наполненная и рельефная получится косичка-колосок. Сначала край в центр, потом в центр на место освободившихся петель. При расчете полотна не забудьте, что косы полотно стягивают. Можете делать дорожку по краям, распуская петлю и поднимая. Можете оставить так. Все равно коса видна, очень красиво смотрится. Коса украшает изделие. И сейчас косы очень актуальны. Вяжите с удовольствием. Ваша Наталья Некрасова.